здрасте время течет все изменяется но не изменяется лишь одно желание вкусно пообедать я хотел сказать пожрать но думаю как-то некрасиво звучит поэтому желание вкусно пообедать и я тут на досуге значит посмотрел посмотрел разные видеоролики думаю все же жарят картошку и вы жарите картошку и вас не надо учить как жарить картошку потому что каждый божий человек в россии если он хоть когда-либо подходил к плите то он наверняка жарил картошку я посмотрел супер гуру мощных шефов сия руси знаете ли таких вот прям звезд звезд кто как жарит картошку посмотрел блогеров крутых вот в частности обломов очень интересно и познавательно без сарказма я сейчас говорю честно говорю познавательно интересно рассказал с химической точки зрения процессы действительно очень там хестом бульменталь поучаствовал где-то в этом во всем а это его идея была до подваривать картошку перед тем как жарить но это действительно круто классно есть развитие значит но в россии жарят картошку по простому не совсем по простому из двух ингредиентов из масла и картошки да как делают некоторые люди но в этом должен быть какой-то круто оправдание какой-то смысл и все что мы делаем повара мы должны объяснить людям давайте я буду жарить картошку во первых жена попросила пожарь картошку я думаю надо заодно и снять видео заодно и картошка будет на столе вкусная классная замечательная я взял сковородочку с каменным покрытием это алюминий она глубокая с глубоким бортом с толстым дном уже уже немножко пошла пятнами и очень трудно их оттереть потому что газ у кого газ знают как быстренько все тут подгорает я хоть за ней старался старался стремился но главное что не убиваемое покрытие но если вдруг вы ложкой решили мешать главное чтобы сковородка была большая я не готовлю на шестерых на восьмерых на десятерых на роту солдат я готовлю оптимально там на две порции даже на 3 до всегда что-то остается потом охота ее попробовать на следующий день хотя навряд ли и уже кто-то есть на следующий день но все-таки значит картошка все переходят к выбору картошки какую же картошку выбрать спросите вы меня но вернее скорее всего вы не спросите вы уже посмотрели все видео по картошке прекрасно знаете лучше меня какую картошку выбирать я скажу так у нас в россии вот с этими понтами типа надо такую выбирать картошку или секун все очень сложно какая есть картошка магазине ту берем и жарим и не придумываем никаких себе глупостей и потом высоко крахмальная невысоко крахмальная у меня мама выращивала когда жила в деревне картошку андретто сорт вот я и с детства помню но у кого я не спрошу все говорят чувак мы такой картошки не знаю никогда не слышали я знаю за свой опыт лишь одно когда вы хотите картошку пожарить то лучше картошку взять водянистую а если вы хотите отварить и сделать пюре тогда картошку надо взять крахмальную рассыпчатую потому что если вдруг вы возьмете крахмальную картошку для обжарки вы получите кашу очень быстро даже на половину приготовившиеся картошка уже начнет разваливаться у вас в сковороде значит как я режу картошку вариантов нарезки картошки миллион миллион с большим хвостиком я режу картофан на две части напополам потом разрезаю вдоль и потом соответственно поперек чтобы получались вот такие вот небольшие кусочки совсем в хлам нельзя потому что неудобно будет есть кто-то любит покрупнее но у проблем жарьте покрупнее кто-то любит помельче жарьте помельче кто-то любит среднюю у каждого свои свой тип нарезки и спорить между типами мол лучше так или эдак но бессмысленная организация бессмысленная я вас уверяю цель пожарить картошку чтобы она стала вкусной используя минимум ингредиентов минимум вот но главный ингредиент помимо картошки который должен быть здесь и к которым я знаю с самого детства это как бы вы любили или не любили лук как бы вы разбирались там видах лука и в степенях его прожарки очистки и всего прочего картошка без лука как лук без картошки не бывает жареной картошки без лука если вы видите такую картошку на вас сэкономили вас обманули человек ничего не понимает жареной картошки или еще может быть вариант он просто юзов это он просто забыл положить лук жареную картошку потому что но вот как как хорошо я предполагаю что раз я вырос в сибири а живу в москве и путешествую по всей россии возможно я всех нюансов не знаю безусловно такое может быть я же не энциклопедия но я ни разу за свои 40 лет не видел нигде чтоб картошку жарили без лука это для меня нонсенс как так может быть а те кто лук не любит картошку если человек не любит свеклу значит он есть борщ но сделать борщ без свеклы сказать что это борщ нет так нельзя так не бывает людей которые не едят лук их единицы ну вот но объективно сколько в нашей вселенной людей которые не едят лук но вот я знаю одного дима да и я и ты знаешь того же самого диму который не ест лук ну да человека неприязнь луковая и он нигде его не ест борщах щах любой суп сварить картошку пожарить с луком замариную мясо с луком пожарь без лука он нибудь есть потому что у кого это особый случай это когда человек реально не любит лук но когда все едят супы а потом говорят что типа ну картошку над без лука но чушь собачья чушь собачья не верьте это если вы мне сейчас напишите что я не прав я сразу сразу расстроюсь обижусь и и вообще и буду ругаться потом на вас вы ничего не соображаете картошки как вы как вы жарите картошку без лука да не может такой быть ладно это все отступление масло я предпочитаю только обычное растительное его должно быть неприлично много ну прям для меня это очень много на 5 карташин до масло здесь плавает так прилично это вот тот как раз это как раз тот случай когда я говорю поварам вы чё так масло льете как будто вы были картофан жарить лить и масло немножко но если это картошка жареная здесь маслом нужно не жалеть как только сковородка раскалилась масло там задынилась бросаем туда картошку примерно распределяем так то как попало есть способы к и оставляем не трогаем нет не надо ничего мешать это как и в любой другой обжарки мяса овощей любых ингредиентов есть правило вы бросаете мясо или что-либо на сковородку она разогрета как только вы начинаете сразу же мешать вы крадете температуру сковородки и продукт у вас не жарится начинает выдавать влагу если это мясо если то овощи они начинают тоже подавать чуть-чуть водички и она вас начинает варить поэтому оставили и не трогать режем лук а я хотел рассказать о том что есть варианты нарезки вот я недавно смотрю у stories у моей подруги ольги карповой а вот у нее муж режет такой чешуйкой вот он со всех краешков обрезает картошку обрезает обрезает обрезать пока она не кончится кстати вот такая вот такая нарезка ее любят охотники ее любят те люди которые долго живут в деревне и остается в деревне это такая я сказал крестьянский метод нарезки картофана очень кстати крутой классный и и про него уже почему-то многие забыли но спасибо большое я соответственно про него вспомнить все зависит от пожеланий клиента я люблю чтобы был примерно такого же размера как картошка примерно существует неточности стараемся глядим туда примерно делаем такой же вот точно такой лучок у меня получается примерно но да пока его не кидаем пока что нам нужно пожарить картошку но тем не менее картошечка начинает карамелизоваться то есть становиться вот смотрите такой красивый золотистая переворачиваю температура у меня для алюминиевой сковородки полный газ потому что алюминий он так сильно не нагревается как стали в ней в алюминиевой сковородке всегда очень комфортно жарить картошку хотя и сейчас наверняка многие думают о том что да и в чугуне хорошо жарить картошки все теперь мешать нужно не часто периодически там не знаю кто-то говорит две минуты кто-то говорит там три минуты здесь нужно приспособиться к своей плите для кого-то если это сильно шпарящая индукция за две минуты пока вы ждете сгорит на хрен там у вас все поэтому вы должны хотя бы один раз попробовать пожарить картошку на и найти спорту впредь ну подходящую для этого и тогда вы станете ваш skills ваш навык станет намного выше чем был до этого все у нас здесь картофанчик жарится я кстати всегда солю его где-то посредине не самом начале но и не в самом конце кто-то говорит там знаете знающие люди грамотные очень крутые говорят типа соль добавил воду пустила какая в картошке вода если вы хоть раз в жизни жарили картошку то вы знаете что если ее посолить она воды не даст это не мясо это не и рыба это такой овощ крахмальный который но мы уже его запечатываем там маслом уже часть вот этих загорелых корочек это же что происходит крахмал который находится в ней углевод он при температуре начинает образовывать корочку мы это все прекрасно знаем в мясе до углевод там сахар здесь крахмал но здесь тоже есть сахар только не в том виде как мы привыкли его из сахарницы сыпать все углеводы они они сами по себе очень характерны по и по кристаллической решетке и по связыванию элементов и так далее то есть мы же как например мы же помните что мы загущаясь помощью муки делаем загущение с помощью крахмала это все углевод мы делаем загущение с помощью сахарного сиропа если например это варенье это тоже углевод мы делаем на основе различных на основе различной клейковины и всевозможных кукуруза кукурузный крахмал, загущение. Если сливки, например, вы покупаете в магазине пакетик, который написано загуститель для сливок. Там содержится крахмал. То есть вы не можете взбить 22% сливки, это практически нереально. Вы высыпаете этот пакетик, загуститель для сливок, и этот крахмал связывает и делает эмульсию. То же самое со всевозможными углеводами, которые находятся в картошке. Они образуют корочку. И ради этой корочки мы тут все, в общем, и собрались. Ну, вот смотрите, нужно стараться так жарить, чтобы румяных бочков у картошки было максимально много. Если у вас картошка будет белая, как бы она у вас круто не была нарезанная, вы понимаете, что картошка-то не жареная, а вареная. Ну, то есть жареная должна быть на вид жареная, с жареными краями, а не белая вся. И там две штучки у вас там где-то что-то пригорело снизу случайно. Поэтому старайтесь так, чтобы она у вас поджаривалась. Значит, правы те люди, которые говорят, нужно резать покрупнее, она внутри будет мягкая, сверху будет поджаристая. Я считаю, что картошка должна быть не очень мелко пожаренная, но и даже не средняя, ближе к мелкому. Тогда контактов при жарке у вас в картошке, по закону физики, будет больше. Ну, то есть, грубо говоря, у одной картофелины, как бы вы не обжаривали, у нее будет четыре стороны обжаренных, правильно? А если эту картошку нарезать мельче, то у нее будет 12, 16, 20, 46 сторон обжаренных. Поэтому здесь нужно решить, что вам нравится. Чтобы это была крупно нарезанная картошка с четырьмя сторонами обжаренными, или она была помельче и была обжаренная вся. Для меня вот, вот, я уже ближе, так скажем, к тому, чего бы я хотел. Вот, посмотрите в сковородочке. Значит, половину пути пройдено. Я не засекаю время. Я, как человек, который не так часто жарю картошку, но я жарю, я примерно представляю, что картошка у меня наполовину, вот она, видно, что она белая у меня, они еще плотные. Вот эти прижаренные, они уже готовы. Я добавляю лук. На полпути финал. О, аромат какой. А теперь смотрим. О, лопаточку взяли, немножко перемешиваем, чтобы уже здесь, так сказать, раздербанить. Отделить жареную картошку от не жареной. Потому что, как бы там ни было, она иногда слипается. У крахмала крахмала, тем более, прижаривается там. Значит, теперь с луком. Не забываем, что огонь полный у меня. Но у меня газ, и у меня алюминиевая сковородка. Дальше, пока у меня обжаривается лук, здесь нужно не потерять время. Смотрите. Лучше всего взять перец горошком, не молотый, а именно горошком. Не забывайте помешивать, чтобы лук он отжарился, картошка жарилась, все доходило. Опять же, если картошка крупно порезана, приходится делать что? Правильно, закрывать ее крышкой и держать под своим паром. То есть, она, по сути, на пару. Вы закрываете ее, изолируете, и картошка, та вода, которая выделяется, она обратно идет сюда, и у картошки появляется... Есть категория людей, которые любят и пропагандируют под крышкой картошку. Они говорят, типа, нам нравится вот этот подваренный немножко такой, такой какой-то вот вкус вареного лука, там вареной картошки. Вот это вот, это вареное, это не жареное, не надо путать. Жареное, это когда-то жареное, а не когда-то вареное под крышкой. И для того, чтобы она у вас пожарилась, и не надо было закрывать крышкой, чтобы ее доготовить. Крупные куски не доготовятся, вот так они сгорят у вас. Поэтому нужно выбрать оптимальную нарезку для того, чтобы было удобно и вилкой цеплять, и чтобы она вся обжарилась, и чтобы она приготовилась была мягкая внутри, и чтобы не было никаких лишних вещей. Значит, перец. Вы можете взять молотый, можете взять уже помолотый, можете взять мельницу, любую. Я всегда говорю так. Возьмите несколько горошин перца, потом вот так вот надавливаете на них, как чеснок мы делаем. Потом можете его вот так вот немножко их подавить. Но самое главное, он должен быть грубой, грубого помола. Вот он. Во-первых, у него аромат совсем другой. Во-вторых, нам пора сыпать. Вот делаем вот такую грубую нарезку, поворачиваем, собираем, сыпем на картофан грубого помола черный перец. Что вызывает у человека слюноотделение? Конечно же, корочка на картошке. Посмотрите, какая она. Аж нож звучит. Видите, скребет. Аж звон металла. Вот это то, что нужно. Так, картофан дожаривается. У меня сейчас еще один маленький сюрприз. Сюрприз это не то, что, как вы полагаете, это какая-нибудь там пиро из жопы совы. Нет, это килька. Ну, в моем случае я кильку не нашел. Это хамса. Хамса без головы. Это черноморская хамса. Вкуснейшая, супер крутая, замечательная, классная. Да. Картофан у меня готов. Я сейчас хамсу разделаю, успею все это. Нужно сделать вот что. Досолить обязательно по вкусу, кто как любит. Если вы используете соленую рыбу, много не солите. Дальше. Кусочек сливочного масла. Небольшой для вкуса. Для вкуса. Пока она тает, как раз. Если вам будут говорить про хрустящую картошку, а потом добавят сливочное масло, не будьте дураками. Когда мы в картошку добавляем сливочное масло, ни о какой хрустящей корочке речи идти не может. Не может хоть убейте меня. Картошка, так скажем, отходит, подходит, остывает, отдыхает, кто как по-разному называет. За это время нужно раздербанить хамсу. Что делаем? Мелким ножиком убираем брюшную часть, потом поворачиваем к себе, надавливаем. Вот так надавливаем и отсюда вынимаем хребет. Все. Мы получили филе хамсы, выкладываем ее на тарелочку. Алиса, ты что, тоже любишь картофан? Алиса любит просто любую еду, вкусную, потому что она всегда у нас вкусная. В общем, пока у вас отдыхает картофан, быстренько начистили кильки. Теперь аккуратно нарезаем зеленый лучок. Нарезаю зеленый лучок и посыпаю кильку. Вот оно. Вот оно, счастье народное. Если для кильки лучка маловато, многовато, я хотел сказать, то можно всегда отправить его к картошке. Ну и все. Когда мы перемешали сливочное масло, когда картошка у нас полностью готова, когда аромат просто потрясающий, для любителей и желающих можно добавить во время жарки лавровый лист. Я изредка так делаю. Мне так иногда хочется, я не всегда использую только один рецепт. Я всегда что-то добавляю. Когда хочется, я еще в конце растолченный зубчик чеснока в самом-самом бросаешь, сливочное масло перемешал. Так тоже получается очень вкусно. Если вы это раскладываете по тарелкам, зачем это по тарелкам раскладывать? Поставили в сковородке и идите оттуда вилкой. Для этого же создан этот рецепт. Можно, если вы в тарелке хотите гламура, то можно нарезать еще укропчиком посыпать. Можно петрушкой, можно сельдереем, кинзу кто любит. Но самое главное это вкусная приготовленная картошка. И самое главное с луком. Ну что, лук, он подчеркивает, подчеркивает вкус картошки, понимаете? И килечку отсюда прям вот так вот раз, достаете, вкушаете. Это рай на земле, дорогие друзья. Когда совершенно шикарная картошка со свежайшей, ароматной, пряного посола. У меня пряного посола. Килечкой. Ой, обманул, это хамса. Ну, все вместе это создает просто шикарное, неповторимое, ни с чем не сравнимое, ни с какой дурацкой гречкой блюдо. Я сам не выпиваю, каждый раз об этом говорю. Еще раз что буду говорить, потому что вы все равно в комментах пишите. Василий Руденко, нос красный, только глаза красные. Да не пью я, друзья, не пью я алкоголь вообще. А кто пьет, я конечно не поддерживаю, но вы, да, намекает вот эта вся обстановочка на то, чтобы горенькое налить, рюмочку бахнуть и... Тем более, что если вам завтра не на работу. Приятного аппетита, дорогие друзья. И помните, готовьте вкусно. Пока.